Привет! Продолжаем сегодня обзоры на еду, напитки и спортивное питание. И вновь у нас плейлист творог стайл. Сегодня у нас два творога будет у нас на обзоре. Пойдемте рассмотрим. Проходим, проходим, ребята. Итак, вот такой у нас творог. Я взял две пачки. Он одинаковый, обезжиренный. 0,2% жидкости. Значит, Дмитровский молочный завод. К сожалению, здесь на пачке не нашел кто поскольку грамм, поэтому мы проверим это все на наших специальных весах. Давайте посмотрим, сколько стоит вот такая вот пачка. Такая пачка у нас 300 грамм стандартная, стоит она 90 рублей в магазине ОК. Есть еще вот такая пачечка, стоит она 60 рублей в магазине ОК. Здесь у нас 180 грамм. Ну что ж, давайте рассмотрим, что вынимает. Они абсолютно одинаковые, просто равенцы в граммах. Здесь у нас 120 грамм больше. Итак, Дмитровский молочный завод. Сделано по ГОСТу. Здесь какие-то у нас медали различные. Про год 2008 и так далее. Всякая ярмарка. Творог обезжиренный 0,2%. Знак доверия с вами с 1929 года. Давайте посмотрим. Творог обезжиренный с массовой долей жиры 0,2%. Изготовлен из молока обезжиренного с использованием закваски молочных кислых культур. Ну, стандартный состав, ничего нового. Все хорошо. Пищевое содержание с током продукта, жира, соответственно, 0,2%. Белка 18, углеводов 3,3%. Стандартные белки жиры углеводов. Вполне стандартные. Вот. Значит, изготовитель у нас закрыто акционерное общество. Дмитровский молочный завод производится в московской области, город Дмитров. Официальный веб-сайдер есть dmz.ru. Ну, как-то вот так. Ну что ж, больше искать нечего. В общем, удобная ванночка. Мы откроем эту. Поменьше. То же самое абсолютно. 60 рублей 180 грамм. Ну, в принципе, нормально. Собственно, 2 на упаковочку. Очень удобно. Хоп. 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 Опа. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Как говорили, что дармейский. Ну что ж, надо смотреть, ребятки. Что мы видим? Видим мы консистенцию не очень приятную. Такая водянистая, слишком мокрая, не сильно рассыпчатая. Знаете? То есть он не рассыпчатый и сильно такой мокренький. Вот. Запах не противный. Такой кисленький, нормально для творога, характерный. Ничего противного не чувствуется. Ну, давайте пробовать сначала без добавления, потом с добавлением. Не понравилось. Очень кислый. Прям, знаете, чересчур. В общем, по запаху это чувствуется. Во-первых, неприятная консистенция. Знаете, как будто... Как будто пюре перетертое. Такое вот, знаете. Тертое пюре с фруктами вот подаются на языке. В общем, консистенция крайне неприятная. Все такое варенисто, липкое. То есть зерни вот этих нет вкусных, знаете, которыми ешь. В общем, крайне неприятная консистенция. Но есть, в принципе, возможно. Он сильно кислый, но не вонючий. То есть противно он не пахнет. Есть его, в принципе, можно съедобно. Но кисловато. У натурального есть, конечно, неприятно. Но добавить, если пюрешку детскую, либо специальный джем спортивный, я думаю, попробуем, будет нормально. Давайте посмотрим. Так. Посмотрим. Когда берете, если так же, пюре, обращайте внимание, чтобы не было сахара. Вот здесь сахара нет, составит только фруктоза. Потому что все-таки мы на ночь идем. Зачем нам сахар на ночь употреблять? Логично? Логично. Кази, медленный белок. Ну, вот видите, он даже не впитывается. То есть такая водянистая жижа. Крайне неприятная. Если творог такой нормальный, типа президента, с такими нормальными, такой рассыпчатый, вот, не водянистый, то он хорошо это все перемешивает. Вот это, видите, такая вот, что-то типа пасты какой-то получается. Тянется. Неприятно. Неприятно. Ну, давайте попробуем на вкус. Ну, конечно, с пюрешкой вкуснее, можно есть. Но, опять же, вкус нормальный. Вообще, кислый вкус этот убрали полностью. Добавили в пюре. Единственный минус, неприятная форма, знаете, как каша какая-то. Ну, крайне неприятно есть. Мне вот единственное, что не нравится, это есть. Неприятно. Просто творог я этот первый раз беру. Вот, я привык к другому консистенции. И такая консистенция мне не нравится. По вкусу, конечно, так кисловатый, но если добавить в пюре, вполне съедобный творог. Собственно, что я и сделаю. Резюмирую, что могу сказать. Цена на данный продукт стандартная, для творога нормальная. Пачка 90 рублей за 300 грамм, 60 рублей за 180. Вполне нормально, адекватная цена. Касаемо качества. Ну, вроде нормальный творог, не воняет тухлятиной, невкусной коровой, так сказать. Вполне норм. Единственное, кисловат. Ну, это нормально для творога, просто здесь перебор. Такая вот фишка у них. Вот. Единственное, что мне понравилось, это консистенция. Консистенция мне вообще не понравилась. По эту резюмиру я ставлю ему адекватную оценку. 3 балла из 5. По качеству претензий нет. Вполне норм. Балл убираю за кислинку. И балл за консистенцию. А цена, в принципе, качество вполне адекватно. Поэтому, что могу сказать. В принципе, кто любит такое водянистое кисель во рту, как паста, тот возьмите. Хороший, нормальный творог. Не вонючий, ничего. А кто любит более рассыпчатый творог, такой по суше, как я, конечно, такое брать не стоит. Но в целом, нормально, съедобно. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся в следующих обзорах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»